Поехали! Под таким девизом на стадионе имени Бурлаки прошли соревнования по паркуру и воркауту, посвященные Дню космонавтики. Участники приехали из Новороссийска, Краснодара, Темрюка, Славянска-на-Кубани, Станицы Анастасиевской. С трейсерами пообщались Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Нет границ, есть лишь препятствия. Так звучит главный принцип паркура, или, как его еще называют, уличного искусства. Это не вид спорта, это возможность познать себя и научиться жить в гармонии с телом и духом. Очередные соревнования по паркуру и воркауту были организованы Управлением по делам молодежи Славянского района. В них приняло участие около 20 команд. Главная цель – развитие дворовых видов спорта, повышение мотивации к здоровому образу жизни, раскрытию собственного потенциала. Участвуют профессионалы, которые занимаются по 5 лет, по 6. Сегодня будет зрелище. Владимир Рябинин занимается воркаутом больше года. По его словам, уличное фитнес-движение закаляет не только тело, но и характер. Тренер вауся упорно. Я вообще считаю, это достойное соревнование, чтобы показать себя. И ребята должны вываживаться на все 100%. Я люблю этот спорт из-за того, что ты сам для себя тренер. Ты можешь себе составлять разные программы. Сам тренируешься. Везде. Воркаут основан на том, что ты должен тренироваться на улице, а не в зале. Как в паркуре, так и в воркауте. Равных не было ребятам из Славянского района. В старшей возрастной категории лучшим в паркуре стал Владимир Лихачев. На втором месте – Александр Михайлов. На третьем – Алексей Коршаков. В соревнованиях по воркауту победил Артем Смольников. Алена Лавринова, Игорь Иванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова